Представьте на минутку такую ситуацию, что вам нужно качать мышцы в тренажерном зале каждый день по 8 часов, а то и больше. Хорошая нагрузка. Наши глазные мышцы работают именно в таком режиме, когда мы проводим много времени за компьютером. Или же пытаемся прочитать информацию с мобильного телефона в дороге, на ходу, при недостаточном освещении. Глаз человека приспособлен, адаптирован к зрению вдаль. В связи с тем, что большую часть рабочего времени в настоящее время люди проводят за компьютером, то есть на близком расстоянии, здесь формируются уже другие болезни. Здесь же все это можно привязать к компьютерному зрительному синдрому. Из-за того, что или основные причины компьютерного зрительного синдрома здесь могут быть или недостаточная слезопродукция, либо же слезная пленочка настолько тонкая, что она очень быстро испаряется. Компьютерный зрительный синдром – болезнь 21 века, которая близка многим из нас. Поэтому прямо сейчас отвлекитесь от всех своих важных дел и вместе с нами посвятите пару минут йоге для глаз. Начинаем с привычных упражнений. Начнем с самого простого упражнения, вообще самых простых упражнений. Глазами вверх-вниз, вверх-вниз, не менее шести подходов. Глазами вправо-влево, вправо-влево, не менее шести подходов. Представили перед собой циферблат. По часовой стрелке чертим круг, чертим круг против часовой стрелки. Важно делать упражнения не просто механические, для галочки. Наблюдайте за тем, как работают мышцы глаз. Рисуем восьмерку горизонтально. И рисуем восьмерку вертикально. Теперь просто сильно-сильно зажмуриваем глаза. Угу. Несколько подходов. И быстро открываем. Теперь переходим к специальным упражнениям для глаз, которые входят в комплекс йоги. Мы разогреваем ладошки, чтобы от них исходило тепло. Скрещиваем их и прикладываем на глаза. Пальчики прижимаем плотно-плотно друг к другу. Открываем глазками и моргаем. Внутри должно быть темное пространство. Мы чуть-чуть расслабляем глазные мышцы за счет тепла, который исходит от ладошек. Плюс здесь еще плюс этого упражнения в том, что облегчаем себе психоэмоциональное состояние. В это время вспомните что-нибудь приятное. Также можно представить, что через ваши зрачки проходит поток целительной энергии. Особое внимание в йоге уделяется массажу и промыванию глаз. Массаж для глаз можно включать в комплекс упражнений. Но здесь такой маленький нюанс. Обязательно соблюдение правил гигиены рук. То есть перед этим надо вымыть руки. Погладьте кончиками пальцев закрытые глаза. Понажимайте и легонько помассируйте. В конце комплекса упражнений можно сделать промывание. Для этого погрузите лицо в воду на 3-4 секунды и поморгайте. Или же несколько раз брызните каплями. По ощущениям, ваши глаза теперь словно побывали в отпуске. Полезно отправлять их на заслуженный отдых несколько раз в день. Желательно при этом соблюдать и другие рекомендации офтальмолога. Правильно организовать режим труда и отдыха. Если мы работаем целый день за компьютером, то мы работаем непрерывно час. После этого хотя бы даем глазкам 10-15 минут отдохнуть. Режим сна, режим отдыха соблюдать, правильный рацион питания, больше жидкости употреблять, находиться в менее запыленных помещениях. Кстати, спокойное созерцание живописных ландшафтов, звездного неба также положительно влияют на наше зрение. Желает вам быть здоровыми. Алена Чернявская и Сергей Курков. Утро. Студия хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова